МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В своей работе он дает клятву, клятва Гиппократа, не навредить, а ведь духовный вред, он такой же опасный, если не более опасный. И поэтому, если культура наша будет воспевать порог, грех, то, естественно, и общество будет таким. А если же мы будем стоять на заповедях Божьих, стремиться воспевать добро, стремиться воспевать чистоту и красоту, настоящую красоту, нашу православную эстетику, тогда, наверное, все будет по-другому. Сегодняшняя героиня нашей передачи Елена Комарова. Она еще очень молодая, красивая. Вот сначала, Леночка, здравствуйте. И расскажите нам о себе, а потом уже о вашем ансамбле. Откуда вы взялись такая? АПЛОДИСМЕНТЫ Я загадаю в березовой роще Распустится первый весенний цветок Я загадаю желание попроще И перехрестившись Взгляну на восток А красится небо Багряной зарею И вечное солнце Над миром зайдет И белая птица Слетит над землею И Божье прощенье С небес принесет И что-то большое Откроется сердцу Такое, что жизнь Ой, жизнью моей не объять И станет спокойно И сладко, как в детстве Когда обнимала Меня моя мать И станет спокойно И сладко, как в детстве Когда обнимала Меня моя мать Молитва святая Молитва святая Слезами прольется Христовой любовью Исполнится грусть И в это мгновенье Душа прикоснется К великой вселенной По имени Русь Здравствуйте, дорогие телезрители Братья и сестры Я русская Девчонка С Костромской области С Костромской области? Да, город Буй И мои предки Бабушка с Питерой В революцию Они бежали туда С Костромской области Познакомились И так вот у них Пошел род Соловьевых Комаровых Соловьевых Комаровых Это девичья Ваша фамилия Комарова? По маме Соловьева А потом уже Папа Комаров Подключились А вы еще не замужем, да? Я уже замужем А фамилия осталась Девичью? Да, ну Девичью оставила Потому что по папе Прерывается у нас Три дочки В семье три сестры Как в сказке? Практически Я средняя И я как-то вот задумала Что обязательно Свою жизнь Хочется посвятить Песне Русской песне Вот Это еще в школе, да? Да, да И очень мечтала Поступить в Гнесинку Поступила в Гнесинку На народное Сольное пение В класс Нины Константиновны Мешко Царство небесное Великолепный педагог Да, да, да Прекрасная артистка Северный народный хор Она вскормила И Перед тем Как поступить в Гнесинку Я еще Маленькая девчонка Мы ездили в экспедиции В Комнографические По Костромску И собирали Очень древние песни Хочется тоже Поблагодарить Мою Ныне живущую Дай Бог здоровья Ирину Ирину Карепову Которая нас С детства Тоже приучила К Ну К нашим русским песням Дала традиции Традиции, да Но мы даже не на чужом материале А на своем Потому что вот Каждый райончик К бабушкам приезжали Магнитофончики маленькие Записывали их обряды Это вы еще будучи школьницей? Школьницей, да Или музыкальной школе? Нет, это не при музыкальной Это В музыкальной школе я училась По классу флейта Флейта? Да А в общеобразовательной У нас был кружок И ансамбль Костромушка Костромушка Да И вот Замечательный коллектив Мы объездили тоже очень много Городов Фестивалей Это были 90-е годы Сложные Когда Но вы с детства тем не менее Получили Пожалуйста Вон какую Закла вас Да И на самом деле Очень-очень Всегда Ну вот это Истинно Истинно Русская песня У нас мало Сейчас знают О ней Живая Не со сцены А прямо вот от этих бабушек Которые А прямо от этих бабушек Да Это Всемизарядная кадриль Хороводные песни Мы ездили на Север На север Костромской области В Ухамский район Это где Иван Сусанин? Нет Иван Сусанин Где Костромская область Кострома А чуть-чуть выше Это бывшая Вологодская область И там сохранилась Диалект Вот они как раз А вы можете что-то сказать На этом диалекте Народный говор Я могу узнать Я не люблю слово диалект А вот именно говор Осталось Наверное Говор Но я могу даже Кусочек песенки напеть Напишите Голубь, голубь Голубь Си-и-и-и-и-и-и-и Замечательно Вот они протяжны И как раз Цёкают Окают Похоже на вятский Да, да, да Замечательно Вот И так как вот мы Мы очень много этим занимались, потом приходит осознание того, чтобы этнографии очень сложно, на самом деле, пронести через всю жизнь, только, может, отголоски какие-то, потому что мы же как музыканты еще растем, ищем, как совместить, как, может быть, синтез какой-то придать. Да, 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 потому что, вот, и как раз мне встретились мои друзья, Дмитрий Бабовников, Екатерина Дуплей, я вот хочу назвать свой коллектив. Это уже в нашей сети, да? Нет, уже мы закончили, и никогда не думала, что у меня будет коллектив свой, но пути Господни неисповедимы. То есть, если ты можешь пронести какой-то крест на себе, то тебе Господь дает по силам, потому что легче всего одной кажется. А вот ты попробуешь, чтобы... Тем более, стать художественным руководителем этого коллектива. Да, да, просто у меня появилась такая идея, что можно еще авторские песни сделать очень хороших авторов, и то, что заложено внутри, вот, авторов современных, ну, таких думающих о России, потому что у меня коллектив именно какие-то вот такие, в хорошем смысле, патриоты. Песня. 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 Богородице, бился я за село державную, А погиб за Русь православную, А земля чужая, кавказская, Стала мне могилой солдатской. Ой, да в небо белым голубем подымусь. К матушке родимой домой вернусь, Прилечу порой предрассветною. Постучусь в окошко заветное. Все верующие и все очень... Вот я рада за молодое поколение, потому что им нет 30, но... Ну и вам, наверное, нет 30? Ну, 32. На 32 вы не выглядите? Ну, просто очень большой. И детки у вас есть уже, да? Да, дочке мне 10 лет. Тоже поет? Женечка, да. И у меня есть детская студия. И детская студия еще прекрасная. Да, да, потому что я подумала в какой-то момент, что нужно сподвижничество, что нужно обязательно детей привлекать, потому что кто, если не мы? Ну, надо все-таки пойти, пойти... Ну, да, вы теперь хранительницы этих традиций вокальных. Мне кажется, у нас уже единицы остались, и как-то нужно передавать потихоньку это все. Хотя, вот я и говорю, наша программа, она, коллектива «Калина Красная», она очень включает в себя многоголосные капельные песни авторов различных. Я сама музыку пишу. Вот, на Есенина, на Сергея Есенина. Это самый русский поэт в моем понимании, потому что никто как вот... Ну, он очень описывал русскую душу с природой, совмещал это все. Это замечательный автор. А на какие стихи Есенина вы что-нибудь написали? Написал, да. Ну, есть песня «Золотая Русь», «Звини, Золотая Русь». «Звини, Звини, Золотая Русь». Да, и вот написала «Матерь Божья». Вот на его тоже. Это какое же «Матерь Божья»? А вот это напеть могу. Сейчас напомню. Ой, Матерь Божья, спади звездой, На бездорожье Вавра глухой Пролей, как масла Власа луны Мужичьи ясли Моей страны И да взыграет В ней славе день Земного рая Святой Младень И да взыграет В ней славе день Земного рая Святой Младень Святой Младень Ну, Лена, вас поздравить можно. Полное совпадение слов и музыки, и исполнения. Спасибо. Ну, вот очень-очень понравились. Я как-то вот читала на досуге и специально ничего не делаю, потому что это не притянешь. Это не притянешь. Так вот, вдохновение. Вот. И еще хотела сказать об авторе и человеке, который на протяжении вот нескольких лет нас нам помогает своим творчеством, своим присутствием. Это Сергей Трофимов. Потому что он известен как как исполнитель, автор своей музыки, слов. Он участник вашего ансамбля? Нет, не участник. Помощник? Покровитель? Вот, вы знаете, нет, вот сейчас скажу, автор песен, которую мы взяли в свой репертуар. Несколько песен он написал вот в настоящее время. Несколько песен он написал в 90-е годы, когда очень было сложно России, когда было... Россия всегда сложна. Россия, да, была сложна в том понимании, когда вера, только-только восстановление храмов пошло, вот это возрождение. И когда дали России свободу, и никто не понимал, что с ней делать. Вот. И песня «Матушка», которую мы исполняем, это наш золотой фонд, я считаю, коллективом. Ну да, я помню, Вячеслав Михайлович Клыков именно с этой песней вас и полюбил. Ну, Вячеслав Михайлович, я вообще очень-очень тоже тепло и светло отзываюсь, и Царство Небесное, человек очень был с большой буквы, и с подвижничеством, великим и тем более оценили, когда его уже нет с нами в этом мире. А как всегда. А Калина Красное название, шукшинское название? Вы знаете, да, вот это года четыре с половиной назад очень думала, как мне назвать все-таки, потому что ну, какое-то этническое такое, языческое название, да, коллектива, оно... Ну, языческое, Кострома тоже языческое, я просто вот думала, что ассоциируется все-таки Шукшинска, во-первых, Василий Шукшин это тоже личность, и такая вот в русском понимании широкая душа, натура. Многогранный талант, да, да, И актер, и писатель. Вот, потом есть песня тоже, Калина Красная, Калина Вызрела. И почему-то тоже опять от меня не зависело, мы ехали вот с мужем в поезде и что-то перечисляли. А муж тоже поет? Нет, нет, он в строительном. Тоже хорошо? Да. Вот, два артиста это много. Это много, как два поэта в семье говорят это вообще. Вот, и что-то думали, там, береза белая или вот как-то и решили вот Калина Красная. Вот, ну, это авторская песня, вот, вернувшись к истокам, свадебной песни, которую мы собрали, это такой ритмоформула, да, вот. Вас четверо, вансер? Вас четверо, да. Тенор, сопрано, баритон, альт. Вот, Катерина Дупли, Дмитрий Бобовников, Петр Рогов, вот, Елена Комарова. Она же и художественный руководитель. Она же за всех. За всех. Но вы же еще и аспирантуру закончили. Я закончила с правом преподавания в Гнесинской Академии. Но не преподаете? Ну, времени просто нет. Ну, как Господь. Вот я, на самом деле, очень. Много концертов? Концертов, я поняла с годами, что каждый день я не смогу давать концерты. Это не, это так, это очень нужно. Энергию отдаешь зрителю, то есть два часа на сцене практически. А потом ее останавливать, как тяжело. Я подумала, что людям нужно дарить только позитив, только когда ты в хорошем расположении духа, хотя профессионалы, они в любом состоянии должны это все делать. А нет, я подумала, что каждый выбирает, что ну, как он, как он видит это все. Вот. И концертов хватает, но без какой-либо суеты у нас, слава Богу, своя публика потихоньку. Вот, благодаря тоже Сергею Трофимову, у него свой форум, и поклонники его таланта, ну, вот, которые его почитают, форумчане, они потихоньку нас начинают слушать и, ну, как-то уважать. Вот. 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 Матушка за сына на коленях молится, огонек вам воды теплится, и светлеет миг Богородицы. Ты, Царица, Матушка, Вечная заступница, Сбереги, сыночка милого, Встань ему незримую спутницей, землю лаская, ночь поет колыберную, в небе бескрайнем Бог рождает зарю. Будет Пасха светлою, Будет Нива полною, Сын вернется к старой матушке Слева святую Русь, православную землю лаская, Ночь поет колыбельную. В небе бескройнем Бог рождается. Слева святую Русь, православную землю лаская, а просто на афише. Калины красные и идут. А где концерты? Ну, вот частенько у нас, почти каждый месяц, в Альмаматоре, там небольшой зальчик, но... Там хороший зал. Да, там, по крайней мере, собираются те люди, которые именно хотят нас послушать. Они учатся тоже, студенты, наверное, да? Вы знаете, разные поколения. Я смотрю, молодежь пришла неделю назад. В общем, разные-разные люди, но глаза у них у всех одинаковые, у всех очень светлые, какие-то вот позитивные. И у нас, я очень рада, теплая атмосфера на концерте. Хорошо, я вас поздравляю. Спасибо. А гастроли? Гастроли. Вот мы сейчас планируем в Якутию фестиваль, там нас приглашают. Ну, далековато, но зато там настоящая зима. А там настоящая зима, и... У нас то снег, то дождь. Ну, вы знаете, обязательно нужно ехать в любые уголки нашей Родины. Почему? Потому что... И не только Родины. Люди соскучились. И мы вот... Наш крест, вот я так вот считаю, мой с ребятами, больше-больше исповедовать и вот это проповедовать, да? Ну, как и веру в Бога, и любовь к Родине. Да, у нас просто музыканты, например, кроме того, что мы акапельно поем, гитарист, пианист, аранжировщики. То есть у вас не четверо, вас ведь больше. У нас больше. Музыканты постоянно с вами работают? Да, постоянно с вами или нет? Только с нами, да. И мне радостно, что мы нашли такой вот синтез, то есть кроме акапельных пений, пения в нашем концерте, присутствует еще музыкальная составляющая. И на этом фоне музыкальном происходит... То есть у нас как бы... Ну, это надо смотреть и слушать, так не объяснишь. Конечно. Но вот в 21 век мы входим с тем, что у нас получается совмещать вот эти какие-то ритмы музыкальные, звуки. То есть вы остаетесь современными и остаетесь на традициях. Аутентично. Да, 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 да. Музыка. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не стыдно быть святой Аллах, горе, моя таль Все зовет меня Заповеданным добром Да, дивной красотой Боже мой, как же я устал Были дорога, смутная тревога Мне еще немного до конца пути По камням столетий Под бежом оглетью Я иду к рассвету Только бы дойти Я раз этом свою казну Нищим пьяницам Может кто-нибудь из них Помянет капотец А на Руси душа всегда Беспрестанница Что к распятию, что в кабак Приходит на легке Боже мой, как же я устала Были дорога, смутная тревога Мне еще немного до конца пути По камням столетий Под бежом и плетью Я иду к рассвету Только бы дойти Ну, в этом весной Мы запланировали Уже полностью сделать Этнографический блок Потому что у нас Все-таки разнохарактерные песни И в одном формате О России О материнстве, так скажем О сыне Ну, такая тематика очень хорошая О жизни, о доброте, о свете В общем, обо всем Потому что все ребята Очень высокого уровня Все закончили Гнесинку? Все закончили Гнесинку Вот Катюша у нас в этом году Только заканчивает Девочка Сопрано Все очень хорошо поющие Я иногда бывает сложные времена Говорю, ребят Я, наверное, не справлюсь Давайте, может, как-то Ну, разбежимся вроде как Они, нет, нет Это здорово То есть это держится на На любви Как и все На любви На любви, вот, да Энтузиазм, это слово не то Я считаю, что энтузиасты Или просто верующие Это разные люди Так что время покажет Но с Божьей помощью Всегда, всегда мы вот Стараемся вместе Я потом думаю, может Как-то что-то расширяться Потому что Как это? Чтобы, ну Хочется в последствии В перспективе Ну, какую-то открыть школу Или что-нибудь Ну, чтобы Ну, это потом Лет через 25 Вы откроете школу Ну, через 10, может Ну, через 10 Ну, хочется, чтобы, знаете Больше желающих приходило И вот Что ты можешь Знания отдавать Вот Потому что Приходит то время Когда нужно отдавать уже Ну что же Леночка А папа с мамой пели? Да, у меня У мамы семья Вся песенная Потому что Они Когда в деревне уже В Буйском районе Костромской области 10 детей у мамы Она 10 Десятая, да Дедушка Миша Царственнебесная Ну, замечательный был Отец И он всегда Им прививал тоже музыкальные Вот эти все Они на гармониях играли На разных инструментах Пели У меня дяди все Ну, Царственнебесная Многие уж нет живых Но они все любители музыканты, да? Все любители Но Но настолько Ярко это выражено А папа По папиной Бабушка Тетя Это такие певицы Что Я, в общем-то Про себя могу умолчать Ну, так было в кого Родиться такой Елене Комаровой Не знаю Всех бы собрать Ну, мы Когда приезжали на родину Конечно, застолье Конечно же Песни Конечно же Вот Дух Который Я не могу Вот полгода Например, в Москве Или куда-то ездим На гастроли И обязательно должна Вернуться на родину Чтобы подпитаться своими В древнюю Кострому Да Я смотрю вашу передачу С другими исполнителями И на гитарах играют И на гармониях поют И на аккордеологах И духовные стихи И песни И дай вам Бог здоровья И процветания Чтобы всегда у вас Все было хорошо Потому что Процветание у нас В условиях вечной мерзлоты Я имею ввиду Финансовое процветание Ну, надо помолиться И обязательно кто-нибудь Поможет Обязательно Потому что Таких вот Замечательных Исполнительных Молодых И которые Ну, будущее России Будущее Спасибо Присоединяясь К Елене Юрьевне Комаровой Художественному руководителю Ансамбля Калина Красная Я хочу просто подытожить Все, что сказала Елена Это благодать Божия Будет благодать Божия Будет все легко И болезни И несчастья А радость Всегда будет присутствовать В сердце Храни вас Господь Дорогие телезрители До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok